Всем привет! Сегодня 9 декабря, и завтра мы улетаем из славного города Санкт-Петербурга, и сегодня мы с ним прощаемся. Летим мы в другую страну, летим мы в Таиланд. И не знаю, вернемся мы в город Санкт-Петербург еще когда-либо, но, надеюсь, с проездом хотя бы вернемся. Почему мы решили уехать из города Санкт-Петербурга? Город Питер великолепный, город великолепная архитектура, великолепные возможности, великолепные, я не знаю, все великолепно. Но я бы здесь предпочла быть проездом именно, нежели жить. Жить, на мой взгляд, здесь достаточно сложно. Из-за того, что очень много людей сюда приехало, город переполнен. Не знаю, мы сегодня снимем метро в 6 часов вечера у Сель-Островской. Если бы вы хоть раз были на метро Сель-Островской или на другом метро в 6 часов вечера, то вы, наверное, больше бы не стали ходить на это метро, потому что народ просто толпаником. Не знаю, на многие-многие метры еще позади метро стоит и толпится, толпится, толпится все метро. Ну, это, конечно, жесть. Поэтому люди к друг другу уже начали относиться несколько, ну, я не знаю, не замечают друг друга, толкают друг друга, не извиняются. Это относится к друг другу уже как к чему-то мешающему, и это не есть хорошо. Сейчас вот 11 утра, примерно, может быть, 11-15 уже, погода такая у нас хмурая, серая, и большую часть времени осенью и зимой мы будем наблюдать именно такую погоду. И, честно говоря, вставать получается часов в 10 нормально, потому что на улице еще темно до этого времени, да и в 11 еще не так уж светло, солнца нет, вообще вставать не хочется. Хмурое настроение, но зато в Питере летом и весной погода просто шикарная, мне она реально нравится. Ну, вот так. В Таиланде мы хотим отогреться немножечко, перезимовать. Сейчас я являюсь в Сыроетном вот уже третьем месте, и там мне будет, будет мне там рай на земле, потому что очень много спелых фруктов, то, что я люблю и то, что мне нужно. Также я очень хочу жить около моря. Ну, в общем, почему, если есть возможность жить там, я должна жить здесь. Каждый выбирает то, к чему стремиться, и это была моя мечта, это моя цель. И ура, я завтра полечу в Таиланд, а послезавтра я буду уже на Самуи. Ура! Я с меньшим официозом, конечно, скажу. Вы, ребята, молодцы, что решились на этот шаг. Это очень серьезный шаг, мне кажется, в вашей жизни, потому что это выход из какой-то уже сложившейся вам жизни в новую, совершенно в другую. И у вас, мне кажется, все получится, все у вас будет замечательно, потому что, ну, вы замечательные ребята, поэтому все будет у вас замечательно. Что еще сказать? Да, я хочу вас любить, пожалуйста. Хорошо. Кира и Саша. Это ответственный шаг, большое решение у них в Таиланд. Я вам желаю, чтобы там у вас, естественно, желать благополучного, чтобы все ваши ожидания, планы осуществились. Чтобы вы просто ослаждались жизнью, каждый день был чем-то новым для вас, чем-то интересен, запоминающимся, чтобы все было классно, просто классно. Я думаю, что многие люди будут вам завидовать белой завистью. С него пути. Кира, я хочу тебе сказать, что очень рада, что мы познакомились с тобой. Я ценю наше знакомство, наше грустное общение. Я хочу сказать, что ты очень интересный, добрый и прекрасный человек. И потому хочу пожелать, что это в твоей жизни было только хорошее. Было бы исполнение желаний и мечу, которые ты бы хотела осуществить. И самое главное – решать тебе настоящего безограничного бед твоей семье и вы. Думаю, что мы не нужны. А думаю, что мы обязательно встретимся. И неважно, в каком месте. Поэтому удачи, хорошего расстояния и всех вам. Пока! Друзья, всем привет! С вами Кира Штафун. Сегодня декабрь 2013 года. И вот уже мы один из полноценных дней живем на острове Самуи. Наслаждаемся свежим и чистым воздухом, который, конечно же, не сравнится с воздухом Санкт-Петербурга, откуда мы выехали. И особенно мне нравится, что при занятиях спортом я могу дышать чистым воздухом. Наслаждаемся самыми спелыми, сочными и классными фруктами. Здесь просто рай для сыроеда, то бишь для меня. Вкупаемся в классном море. А самое главное – мы общаемся с единомышленниками. Я нашла здесь друзей, которые двигаются в том же направлении, в котором двигаюсь и я, мыслят и ставят перед собой цели. Такие же цели, которые ставлю перед собой я. И это очень классно. И все это стало возможным благодаря тому, что я начала обучение у Артема Мельника. Артем Мельник – мой наставник. Сначала летом мы начали обучение и продолжаем его по сей день. И когда я говорила Артему о том, что у меня есть мечта, я хочу жить в стране, в тропической стране, рядом с морем, есть фрукты, он мне ответил, ну а что, в чем проблема, давай какую дату мы планируем по переезду, когда мы покупаем с тобой билеты. Мы назначили дату, мы купили билеты и вот 11 декабря мы стартовали уже на Самуи. То есть наставник дал такой своеобразный пинок и толчок. Если бы не он, то мы, наверное, еще несколько месяцев, а то и годы, может быть, откладывали свою мечту на потом, на потом, на потом. Поэтому роль наставника в жизни каждого из нас, особенно в жизни моей, вот по своему опыту я скажу, что она просто громадна. Сейчас мы обучаемся, обучаемся тому, как нам стать миллионерами. И это мне безумно нравится. Наше обучение проводится на берегу Лазурного моря. Это ранние, утренние часы. Это классная компания единомышленников. И просто получаем кайф от этого все. Поэтому, друзья, выбирайте наставника обязательно, для того, чтобы вы с успехом и с наибольшими результатами и с наименьшими затратами по времени достигали поставленных целей и результатов. Артему большое спасибо. Я думаю, что у вас тоже все получится. Ставьте перед собой цели. До новых встреч. Друзья, если вы желаете поддерживать отличную физическую форму, а также вместе со мной переходить на сырые деньги, подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада вашим комментариям. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.